Кто придумал автомобиль? С давних пор люди пытались изобрести самодвижущийся экипаж. Одни инженеры использовали в своих устройствах пружины, другие устанавливали на телеге паровой двигатель. Но такие автомобили были тяжелы, неповоротливы, производили много шума и были небезопасны. Паровому двигателю было найдено более удачное применение. Паровоз. А люди продолжали искать более совершенный двигатель. И, наконец, в XIX веке появился двигатель внутреннего сгорания. Принцип его работы заключается в том, что топливо, например, бензин, сгорает внутри двигателя, а освободившаяся энергия приводит в движение основные узлы автомобиля. Первый автомобиль сконструировал немецкий инженер Карл Бенц почти 130 лет назад. Он установил бензиновый двигатель на трехколесный экипаж. Другой немецкий инженер, конструктор двигателей Готлиб Даймлер, в это же время разрабатывал собственную модель самоходной машины. Он установил бензиновый мотор на карету, добавил рулевое управление и получил первый в мире четырехколесный автомобиль. Эта машина могла разгоняться до 16 километров в час. Знаешь ли ты, что? Первый российский автомобиль появился в самом конце XIX века. Задние колеса этой машины были больше передних. Как устроен автомобиль? Современный автомобиль состоит из трех основных частей. Кузова, шасси и двигателя. Кузов – это каркас автомобиля. Внутри кузова три больших пространства. Капот, в котором размещается двигатель, салон для водителя и пассажиров и багажник. Шасси – это прочная рама, к которой крепятся четыре колеса и различные агрегаты и устройства, с помощью которых автомобиль движется. При необходимости повернуть налево или направо, водитель поворачивает рулевое колесо. Для остановки нажимает на педаль тормоза. При этом тормозные колодки прижимаются к дискам колес, блокируя их движение. И автомобиль останавливается. Колесо состоит из прочного металлического диска, на который надета резиновая шина. Борозки на шине позволяют лучше цепляться за асфальт, а шипы – за лед. Заглянем под крышку капота. Здесь находится сердце автомобиля – двигатель. Именно он заставляет работать все остальные механизмы. Внутри его самого постоянно находятся в движении поршни, которые нужно смазывать. Для этого в специальные отверстия наливают моторное масло. Знаешь ли ты, что? Под крышкой капота находится аккумулятор. Он служит для запуска двигателя, работы фар и сигнализации, когда мотор машины выключен. Как создается автомобиль? Создать автомобиль непросто. Сначала специалисты определяют основные характеристики новой машины. Какого размера она будет? Сколько пассажиров сможет перевозить? Как быстро должна разгоняться? И с какой скоростью ехать? Сколько она будет стоить? Затем за работу берутся художники-дизайнеры. Они рисуют внешний вид автомобиля и интерьер. Инженеры-конструкторы делают модель. Решают, как и какие механизмы и детали разместить в автомобиле. Затем собранный на заводе единичный образец демонстрируется на автомобильной выставке. После этого вносятся последние изменения. Проводятся испытания машины. И она запускается в серийное производство. Автомобильный завод – это целый город. В одной его части делают двигатели, узлы и агрегаты. В другой – вырезают из листов металла и сваривают детали кузова. Большую часть работы выполняют роботы. И лишь на главном конвейере люди вручную собирают все детали в единое целое. Знаешь ли ты, что в современных автомобилях есть подушки безопасности? При столкновении они надуваются и защищают водителя и пассажиров от травм. Легковые автомобили Посмотри вокруг. Ты увидишь множество автомобилей, но больше всего легковых. Все они такие разные, но некоторые похожи типам кузова. Седан – это четырех-пятиместный автомобиль, у которого багажник отделен от салона. У хэтчбека задняя часть кузова короче, чем у седана, а багажник открывается дверью в задней стенке. Бывают трехдверные или пятидверные хэтчбеки. Это не означает, что с одной стороны машины три двери, а с другой две. Пятой дверью считается дверь багажника. Минивэн вмещает больше пассажиров, чем седан или хэтчбек. Обычно в нем не два, а три ряда сидений. Кузов выше и длиннее. У некоторых моделей задняя дверь сдвижная. Она перемещается вдоль кузова. Сиденья в минивэне легко трансформируются или снимаются, освобождая место для объемного багажа. Универсал похож на седан длиной кузова, а на хэтчбек – устройством багажника. У этой машины очень вместительный багажник. Необычные легковые автомобили. Кабриолет – это открытый автомобиль с откидывающимся верхом. Или вовсе без него. Жесткая стальная крыша может выдвигаться или сниматься полностью. А мягкий матерчатый тент – складываться вручную или автоматически. С помощью специального устройства. Эту прогулочную машину в России сложно использовать из-за холодного климата. Спортивный автомобиль не только красивее, но и быстрее остальных машин. Благодаря мощному двигателю и низкой посадке. Большинство спортивных автомобилей двухместные. Лимузин намного длиннее других автомобилей. Ездить на нем на работу или путешествовать неудобно. Сложно поворачивать, да и места на парковке не найти. Чаще всего президент или другой политический деятель совершает на нем важные визиты. Иногда лимузин можно встретить на празднике. Внедорожники Внедорожником называют легковой автомобиль, который может ездить не только по асфальтированным дорогам, но и по бездорожью, лесным тропам, полям, оврагам и холмам. И даже по воде. У внедорожника прочный кузов, большие колеса с широкими шинами и высокая посадка, что позволяет ему преодолевать серьезные препятствия. Если внедорожник застрянет, ему поможет лебедка. Водителю нужно лишь прицепить трос к дереву и включить двигатель. Трос медленно намотается на лебедку и вытянет автомобиль. Внедорожник – полноприводный автомобиль. Это значит, что его двигатель соединен со всеми четырьмя колесами, а не как у обычного легкового, только с одной парой. На улицах городов тоже можно встретить внедорожники. Это кроссоверы. Что-то среднее между легковым автомобилем, мини-веном и внедорожником. У кроссовера высокий потолок, большой просвет между кузовом и дорогой, как у внедорожника, но более комфортабельный салон. Знаешь ли ты, что в салоне этого кроссовера есть холодильник, кондиционер, музыкальная система и много других интересных агрегатов и деталей. Гоночные автомобили Гоночные автомобили созданы для участия в спортивных соревнованиях, гонках. Их не встретишь на обычных дорогах. Зато на специальных трассах эти мощные и быстрые машины творят чудеса, устанавливая рекорды скорости и управляемости. Существует много разных видов гоночных автомобилей. Карт – это маленький автомобиль без кузова. Водитель на небольшом сидении размещается прямо на раме. Самые зрелищные соревнования – гонки Формула-1. Автомобили-болиды могут развивать скорость больше 300 км в час. Ралли – это вид соревнований, в котором гонщики преодолевают расстояние между отдельными пунктами. Гонка состоит из нескольких этапов. Часто соревнования проходят на обычных дорогах. И пилотам приходится соблюдать правила дорожного движения. В ралли участвуют обычные автомобили. Но с усовершенственным двигателем и усиленным кузовом. Знаешь ли ты, что Монстр Трак – это машина, построенная из кузова обычного автомобиля и огромных колес. Он участвует в турнире по прыжкам через препятствия. Грузовики. Грузовой автомобиль создан для перевозки тяжелых грузов. Кабина такой машины вмещает один ряд сидений, а иногда еще небольшую кровать для отдыха водителя во время пути. Существуют разные типы кузова для разных грузов. Коробки, ящики перевозят в фургонах. Щебень и песок в самосвалах. Жидкости в цистернах. Замороженные продукты с завода в магазин доставляют в рефрижераторах. Бревна перевозят лесовозы. Этим большим машинам нужен очень мощный двигатель. Тем более, когда они везут несколько огромных прицепов. Автовоз – это мощный автомобиль-тягач и специальный прицеп, который используется только для перевозки автомобилей. Обычно на двух ярусах автовоза размещается 8-10 легковых машин. Каждую надежно закрепляют на платформе. На службе у города. Каждый день на улице города выезжают автомобили-помощники. Уборочные машины подметают и поливают дороги летом. Чистят улицы от снега зимой. Эвакуаторы отвозят сломавшиеся машины к месту ремонта. Мусоровозы – неприметные трудяги. Каждый день, обычно, рано утром, они приезжают во дворы, домов и забирают мусор. Железная рука захватывает мусорный бак и опрокидывает его, высыпая содержимое в кузов. Салон автомобиля скорой помощи оснащен всем необходимым для оказания первой помощи больному по пути в больницу. Пожарная машина спешит на помощь. Другие автомобили, услышав сирену, уступают ей дорогу. Пожарные машины бывают разных типов. Автоцистерна везет воду для тушения огня. Рукавный автомобиль – команду пожарных. И рукава. Специальные пожарные шланги, по которым вода подается к горящему зданию. Знаешь ли ты, что? Не все пожары тушат водой. Электрические приборы, нефть, бензин и другие вещества тушат пеной. Городской транспорт. С помощью городского транспорта жители добираются до работы, школы, магазина и возвращаются домой. Он курсирует по определенному маршруту и останавливается строго на остановочных пунктах. Троллейбус – экологически чистый вид транспорта. Он работает на электрическом двигателе. Электрический ток он получает от проводов, протянутых над дорогой, через контактные токосъемные штанги. Маршрутное такси – это микроавтобус, который перевозит небольшое количество пассажиров. Автобус – самый популярный вид транспорта. Он может ездить по любому маршруту, поворачивать при необходимости в любом месте, а также объезжать препятствия, чего не может сделать трамвай. И не всегда троллейбус. Автобусы могут быть одинарными и двойными, сочлененными, что особенно удобно для крупных городов. Ведь он может перевозить гораздо больше пассажиров, чем обычный автобус. Знаешь ли ты, что? Некоторые туристические автобусы бывают двухэтажными. С верхнего, иногда открытого яруса, удобно фотографировать. Автомобили на стройке. На строительстве дома не обойтись без специальной техники. Незаменимым помощником является экскаватор, который выкапывает землю под фундамент дома. Но он не автомобиль. Экскаватор ездит на гусеницах. Бетономешалка доставляет на стройку бетон. А чтобы он не застыл в дороге, цистерна постоянно вращается. На заводе бетон наливают через специальную горловину сверху, а на стройке сливают через нижнюю воронку. Грузовые автомобили доставляют на стройку стройматериалой и вывозят мусор. По стройке любого дома участвует подъемный кран. Стационарный кран устанавливают один раз и разбирают только после окончания строительства. Автокран, автомобиль с подъемным краном на борту, более удобен в использовании. Он сам приезжает на стройку. Его не надо собирать и разбирать. А стрела автокрана может выдвигаться. Правда, он не так высок, как обычный кран. Знаешь ли ты, что самосвал – это грузовой автомобиль, который может самостоятельно разгружаться. Он поднимает кузов, открывает борт и высыпает содержимое кузова. Военные автомобили. На службе в армии состоит большое количество различных машин. Но самый известный из них – танк. Не является автомобилем. Он передвигается на гусеницах. Бронетранспортер, БТР, бывает на гусеницах или на колесах. Он служит для доставки пехоты к месту боевых действий. БТР вооружен мощным пулеметом. Колесные БТРы передвигаются с большей скоростью и более маневрены, чем гусеничные. Все военные автомобили делают полноприводными. Устанавливают на них мощный двигатель, большие колеса. Для перемещения ракет служат военные тягачи-ракетоносцы. Каждый такой автомобиль изготавливается под определенный тип ракет. Он бывает с 12, 16 и даже 18 колесами. Некоторые модели не просто перевозят вооружение, но и могут служить пусковым устройством для него. Дом на колесах. Для путешествий люди придумали жилые автомобили. Как приятно отправиться в поездку в собственном доме. В нем есть все необходимое. Мебель, кухня, холодильник, туалет и даже душ, а также освещение и отопление. Можно остановиться в любом понравившемся месте. И любоваться красотами природы несколько дней. Автодома бывают разной конструкции. Жилой прицеп – это отдельная комната на колесах. Во время поездки он крепится к автомобилю-тягачу. Прицеп можно отсоединить и оставить, а на автомобиле отправиться по делам. Интегрированный автодом – это автомобиль, в котором жилое помещение объединено с кабиной водителя. Такие автодома похожи на автобусы или грузовые автомобили. Во время поездки пассажиры комфортно располагаются в салоне. Знаешь ли ты, что? Кемпинг – это оборудованная стоянка для автодомов, на которой есть вода, туалеты и можно подключить электричество. Автомобили будущего. О том, каким будет автомобиль в будущем, думают не только писатели-фантасты, но и дизайнеры, инженеры и конструкторы. В результате каждый год на автосалонах, автомобильных выставках появляются необычные модели машин – концепт-кары. Их главная задача – продемонстрировать новый дизайн и новые технологии, удивить посетителей. Многие концепт-кары изготавливаются из необычных материалов – воска, бумаги, дерева. Но больше внимания инженеры уделяют новым технологиям, особенно безопасности. Специалисты не устают совершенствовать и изобретать новые двигатели. Работающие на экологически чистом топливе. Знаешь ли ты, что? Разрабатываются технологии, позволяющие управлять автомобилем без водителя или с помощью голоса и жестов. Дорожная азбука. Первые автомобили ездили по улицам городов с очень небольшой скоростью. Их было так мало, что для них не выделялось отдельной полосы. Рядом с пешеходами они передвигались по дороге. Сейчас все перемещения, действия на дорогах регулируют правила дорожного движения. Их должны соблюдать все водители и пешеходы. В правилах описан порядок движения автомобилей, значение разметки на дорогах, сигналов светофора и дорожных знаков. Дорожные знаки помогают водителю ориентироваться. Они показывают направление движения, расстояние до города или деревни, опасные участки, значение скорости, с которой разрешено ехать, и многое другое. Светофоры регулируют движение на перекрестках. Существуют даже светофоры для велосипедистов. Знаешь ли ты, что дорогу можно переходить только по пешеходному переходу, обозначенному белыми линиями? Зебре. Субтитры создавал DimaTorzok